Ёханы бабай! Искры пошли! Офигеть! Граму рванули! Витя, не копай! Всё! Не-не, пошла! Стропа есть, цепь порвала! Цепь порвалась! Трос порвался! Трос порвался! Блин, какой гелик жирный! А, подожди, свет так потух! Ничего не видно! Слышишь? О! Давай по-быстрому обзор сделаем! Обзор гелика, давай! Смотри, чем он отличается! А, люк какой! Круглый люк для пулеметчика! А включи свет у тебя! О! Офигеть, вообще! Круглый люк! А вот, посмотри, какая интересная комплектация! А это что? Это вот так вот включаются! А, это пулеметчику подсказывать, куда стрелять? А, здесь фонарик! Нет, надо себе карты читать втихаря, понял? И вот здесь фиксируются ли! Это родное всё? Да! Блокировочки! Подогрев сиденья! А где блокировочки? Вот! Так они же не так, обычно, кнопками! Вот это блокировки? Гидравлика включается, ну, тормозной жидкостью! Класс! Так, не ломай, не ломай! Нет, а что вы? Ну, тут цилиндрик стоит тут, и второй стоит цилиндрик на мосту! Тормозная жидкость! И всё, тут включилась, зашла и всё! Да, и всё? Да! Охренеть! Ну, задняя не работала только что? Ну, свет не светил, а она работала! Нет, она не работала, колесо одно не крутилось! Ну, можно на воздух прокачать! Да, где-то воздух, да, где-то? И всё, да? Кручишься тема, как... Блин, ну, вот это... Он крутой! Это настоящая! А сколько он по асфальту едет, какая скорость? 120-130! Можно ехать, да? Если летнее, ну, то, что его колбасит из-за багажника, из-за этого... Не-не, ну, я не про то, да, если просто... А разгоняется без проблем, 130 разгоняется! Легко, да? Ну, смотри, как мотор крутит, я... Да, мотор шлифует, вообще нереально! Так потемнело... Поехали! Поехали! Поехали встречать подмогу! К раз, пока на том же месте! Ничего не изменилось! Ничего не изменилось! Так, сзади столько места вообще для ног, просто нереально! Айфовый! Мы на нем проехались, у него подвисочка так мягенько работает, замечательно! Мягко, да? Ну, для 87-го года я просто... А что, 87-го, да? Да, да! Вот делали машины, да? И современный взять гелик? Или он тоже хороший, современный? Не, ну, понимаешь, вот эти блокировочки, вот эта вся... Которая... Глянь, как мягко едет вообще! Нет, это не на Кразе! Не, ну, Краз по-своему прекрасен! Поворот не туда был просто, и все! В этом одна проблема! Ну, просто недооценили! Надо было, понял? Когда мы поворот не туда сделали, надо было не копать! И простой, обычной одной лебедкой просто можно было назад его подтянуть, пока не копали, понял? Ну да! И все, ну, тут уже поздно пить боржоми! Так! За нами едут уже спасатели! Спасатели едут, Витя тут! А что, куда они хотят? Пошли, покажем нашу спасательную операцию! Наверное, под нашу сторону, чтоб там не занимать! Нашу эвакуацию привезли на эвакуаторах! Уровень серьезный! Михалыч! Михалыч рулит! Так! Михалыч отсутствовал недолго! Красиво тут все! Восьмидесятки меняешь, как перчатки просто, Михалыч! Тут серьезная техника приехала! Сейчас вы это все увидите! Тут очень тесно! Подожди! Дай я скажу про маленькую рекламу промо-ролика! Если вы попали в полную жопу, то вот по этому номеру! По этому номеру может быть спасение! Говорят, у них даже есть вертолет! Ну да, я посмотрю вертолет! Ёханый бабай! Посмотрите, что приехало! Это что? Урал! Это Урал, друзья! Двух мостовый, правда? Привезли Урал, чтоб нам помочь! Это знаменитый Урал! Который вытаскивали тоже долго в свое время! Есть это видео у Бородача на канале! Так, и что-то еще привезли! Пойдем где посмотрим! Шишига, блин! Ёлки-палки! С механической лебедкой! Там и там, наверное, есть, да? И там и там лебедка, Михалыч? Ну, реклама серьезная у тебя сегодня! Да! Реклама крутая просто! Ну и замки могут открыть, если кто-то закрылся! Сейчас Урал съедет! Так, Урал уже съехал! Сейчас еще ГАЗ-66 съедет и мы поедем спасать! Крас! Тоже лаптежные колеса! Друзья, напишите, как вам этот уровень вообще? Подхода к эвакуации! Просто два трала! Два монстра! Сейчас поедем спасать Крас! Это только начало! Не переключайтесь! Сейчас будет экшен еще тот! Я думаю! А видно меня? Да, да! Тебе видно отлично! Говорю, благо, что есть кому позвонить! В трудную такую ситуацию! В непростом вопросе, да? Да! Подожди, я свет включу, чтобы тебя было лучше видно! Тогда будет видно мои морщины и плещики! Не надо! Да нормально все! На чем я остановился? Ну что эвакуация у нас нормальная! Не-не-не! Подожди! Я тебя про другое хотел спросить! Как оффроуд? Тебе понравился сегодняшний? Поворот не туда! Вот основной! У меня основной негатив к тебе! Я сейчас наговорю! Я на камеру как я вижу! Тебя ненавижу! Не-не! Наоборот! Смотри! Я тоже сначала думал, блин! Думаю, что я его туда отправил! А потом думаю, сука! Наверное все таки правильно! Потому что мы стояли километра на два дальше! И нам бы хрен кто помог! Ну помогли б конечно! Но намного это сложнее было! А мы сезди на нем нигде не стали! Блин! Там дальше жестче места еще были! А мы попробовали б все равно! Попробовали б дальше! Я хочу сказать, что танковая это такая игрушка в сравнении с нескучной! Танковая это просто писюнячье движение! Вышел мальчик прогулялся и домой пошел! То нескучная это просто жесть! Просто жесть! Конкретная жесть! Если у вас будет когда-то желание поехать на оффроуд нескучная! По-взрослому? Подумайте! Не едьте! Да едьте с нами! Или расу займите, чтобы было кому кричать СООООС!!! Да нет, просто надо ехать, когда никогда все уехали на Карпатский кордон, вся банда! Боже, тоже вариант! Сейчас бы было! Да? Другое движение! А сейчас бы просто уже давно мы дома были. Ну, попробуем вытащиться. Повтори последнюю фразу. Ну, поехали, попробуем вытащиться. Вон наш елик. Пошли к нему. Елик там. Так. А-66 съезжает. И сейчас уже мы едем. Так, все, двигаемся. В сторону лагеря, а дальше к разу. Так, а вот наши... А, поехали перед ними, чтобы они за нами ехали. Веди их по короткой. А как он? Так, а он погнет крышу или нет? Нет, там есть посадочное место. Рукой подай, рукой туда все. Охереть, я еще такого не было, блин. Я вылез. Друзья, я вылез круглый люк. И снимаю контент нормальный. Выглядит не матчика, круглый. Очень удобно для тела, ничего не давит просто. И такой он широкого формата. Сейчас покажу изнутри, как это все выглядит. На спасение. Вот он люк, смотрите, какой круглый, красивый. Охренеть вообще. И небо чистое. Звезды видно. Я думаю, вам тоже. Тут Витя, Uber. Он же клапан. Он же болт. Он же болт. Он же Захар. Он же Захар. Он же главное лицо Редбула. Он же Вером. Он же Вером. Короче, красиво тут все. Блин, ну гелик просто фантастический, я вам скажу. Это эти блокировочки. Вот это настоящий внедорожник, который только может быть. Именно то, что надо. Кстати, был я у этого чувака, который, как он, который Янукович у машины строил. У Осадчева. Осадчева. Вот у него стоит этот гелик, только коротыш. И он говорит тут, сын говорит, сын. На протяжении моих длительных лет жизни и опыта, я тебе говорю, это самая лучшая машина. Это были его слова. Причем она стояла там на 33-х колесах. Он любит такие машины, да. Как и я люблю. Это получается, она просто лучшая машина. Ну реально, да. Это просто. То, что там торпеда не модная, это все херня. Да нет, ну торпеда модная тут для сторисов, для девочек с губами. А здесь для пацанов вопросы решать. Вот такая вот. Дела подтянут. Блин, на что ты намекаешь? Ну не надо это. Место для радости. Не, ну я в роду, что оно не модно в сторисе было. Ты про люк отстреливаться типа можно, да, или что? Да, да, я ж тебе что, так глянь, как он сделан. Да сделан настолько удобно, ты не представляешь. Ты не вылазил же в него еще. Я сейчас вылезу, Руслан. Очень удобно, видите. Просто тело, даже моя туша, понял, достаточно объемная, 106-килограммовая. Ну это я набрал недавно, было 100. О, короче, очень удобно. Так, ну мы валим. А ты видел, ты что-то включаешь? Сзади, эвакуация сзади за нами вон идет. О, тут сеточка какая, вообще сказка. Я потом посчитаю, я тебе скажу. Сколько стоил нам оффроуд. Ну да. Ну будем подписчиков просить, чтобы что-то делали. Витя говорит, посчитаю в конце оффроуд, сколько нам обошелся сегодняшний заправка, эвакуация. Заправка, эвакуация, покушать. Покушать. Пасха дорогая. Писать бесплатно. Да, вот это место, где Форестер с утра тут мы встречали. Просто тут елик вообще едет как по асфальту. Блин, ну насколько комфортно идет он все-таки. Как спроектирована машина. Мы, наверное, с Ростиком в конце этого дня будем торговаться за этот елик. Будем что-то предлагать менять. За 14 900 вроде отдают, сказали. Да, я понимаю сейчас. Вот сейчас я понимаю пресс этой машины. Я сначала решил, говорил, дизель надо. Не, не. А сколько газа берет? Если бы 20. Ну это вообще шара просто, просто шара. 20 газа это. При том, что она достойно едет по динамике, по всему. И по максималке тоже. Еще год, да? Еще год, 87, да. И год, 87. И год, 87, да? Мне нравится, знаешь, что мне нравится красота кузова. Вот он действительно, вот эта закругленная морда вообще. Он просто безупречный. Очень красивый. Да он угловатый, он не закругленный. Ты что, про Тойоту говоришь, наверное? Да, там морда у него полукруглая. Да? Они, наверное, забыли блокировки подключать. Застряли или что? Пошли на эвакуацию. Так, мы уже опять в лагере, доехали. Ну вот и монстры поехали. А куда они едут? Им же нас надо забрать, елки-палки. Сейчас стартуем в сторону КрАЗа. Какие-то места есть? Сейчас я свет включу. О, тут есть места. И стол есть, да? Да, да, стол есть. Заходить, да? Залазить, да. О, свет включился. Шикарно. Включился, да? Да, да, включился. Сим солодим. Троссы пошли. Короче, сейчас будет экшн. Блин, не безопасно. Среди, али? Так, осторожно только едь, блин. Он дорогу знает, но... Витя, мы там вдвоем не влезем, Витя. Нет, тут сразу мотор. Посмотри. Потому что... А ну, держи свет. Потому что ты так не найдешь дорогу без меня. А ну, ребят, ты сейчас придешь. Самой блогер. Мы внутри. Вот наши ноги. Идет наши ноги. Вот наши ноги. Самой блогер. Слушай, мы же сиамские близнецы уже. Слушай, мне так хорошо. У меня кабина с подогревом. А, да, тут, кстати, прикольно у ней. Так, слушай. Ну, что, блин, главное не выпасть в окно. Ты держишься? Воздух? Нет, тут шиши же нет воздуха. Как не было? Ну, нету-ка. А тормоза с чего? Гидравлика. Поехали. Так, что, поехали, поехали. Так, подойдут, осторожно, осторожно. Не спеши, не спеши, не спеши. Как не спешить? Ты можешь туда сидеть или что? Как не спешить? А что, можем застрять? Нет, так она тут здесь застрять. Здесь правее. Здесь у меня правее держит. Вот так вот. Это сильно, это сильно. Так сильно не надо. По колее. По колее. Да, слушай, не спеши, просто. Вот по колее и прямо едешь. Там, где сложные места, мы тебе скажем. Тут не застрянешь. Слушай, тут сложные места. Нет, тут просто все. Тут Запорожец сегодня ездил. След. Есть. Тут везде просто спокойно едешь. Там не сложно скажешь. Ой, красавица. Не на яровне. Так, вот это полянка. Здесь можно включать дорогу. Все будет дорогая дорога. Я понял это. Так. Восьмидесятка. Впереди. Пострики пониженные поедешь? Что-то люди сидят. Трошки тяжелые. Вот такое. Слышно, да? Да, да. Там еще полная будка людей. Ну, по-богатому, да? Так. Первое препятствие. Относительно несложное. Второе будет пожестче. Хрен его знает. Чем это все закончится. Стой, стой. Мы как-то не так. Мы сильно режем. Да мы сильно режем. Мы не туда идем. Так мы не туда идем. Ну, как никуда. Вот он, Урал. Прямо по прямой стоит. Так надо дальше. Обход дальше. Витя. Поворот не туда. Смотрел ты? Что там поехало? Пошли. А ну. Восьмидесятка поехала. Посмотрите, что он творит. Ну, красиво. Смотри, как красиво пошел. Восьмидесятка. Ну, там он не проедет. Это я тебе сразу скажу. Там очень сложно. Там очень сложно. Так, Витя. Вон восьмидесятка. Дубасит. Игорь, пошли. Не знаю, куда он доедет. Ну, смотрим пока. Офигеть. Почти доехал. Блин, я уже иду просто по болоту. Как в забродах. Не обхожу. Ничего не видно. Почти. Глубоко. Витя, ты пошел хреновой дорогой, блин. Я тебе говорю. Это ты мстишь мне или что? Мстишь мне? Куда ты меня завел? Ну, намочил ноги, но не очень сильно. Так нету, никто не приехал. Урал-то едет сюда. Дальше и вот здесь. Подтянем. Какой-то жестокий маршрут. Едет Урал. Что, ты нашел дорогу, Витя? Так, ну, мы почти, почти вышли. Как раз где-то близко уже. Так, едет Урал. Нет, Шишига едет. Шишига едет. Если он не labeling. Если. Если он уже есть. Да, не дядя! Дядя! Газом завоняло, Урал едет тоже. На меня в коллегию, на меня в коллегию, Боя, Боя, давай, сюда и сюда, по другим, сюда, пошел. Прошли нормально, Урал рядом уже тоже. Так, вот и красный наш. Ну и жопой возьмет. Урал, да, Урал жопой возьмет, если он в пицца где-то сядет. Так, Шопа, что вы хотите, чтобы я туда встал, да? Начинается эвакуация. Да ты прямо бы его тянул бы на себя. Так я так и хочу. Чего его петлять? Так, тут пошла сборка еще, разобранного днем. Собирай, да я тебе посвечу давай. Посвечи мне, пожалуйста, потому что мы в экстренном режиме, видишь? Сборка в экстренном режиме, выше попробуем. Куда? Изоленков салон. Уран вот далеко еще стоит. Тут уже, конечно, закопались по сравнению с тем, что было намного глубже, конечно. Михалыч, может, и прав, что будет непросто. Или вы копали еще тут? Да ты же ушел, мы поняли, что без присмотра. Как начали буксовать? Ёлки-палки. Сначала было несложно. Я думаю, что даже обычный внедорожник с хорошей лебедкой мог быть подтянуть. Нам нужно было чуть-чуть назад сдвинуть. Но сейчас уже все по-другому. Пошел Урал. Ого. Урал пошел. Это красиво. Шага отъедет. А Урал подъедет. Какой-то серьезный план. ГАЗ-66 уже здесь. Сережа, выезжай сюда. А ты его слепишь. Где, Миша? Миша! Да-да-да. Где? Олег Михайлович, я бы туда Урал не стал. Ты жопа, ты жопа. Так, Урал тут маневрирует. Сейчас будет заходить на траекторию уже под вытаскивание. Михайлович лично руководит спасательной операцией. Вес, конечно, у Урала бешеный просто. Впереди там еще кенгурятник, лебедка. Стоит, наверное... Пенек упирается. Это жесткий парень. Да-да. А топора? Давай, как за*** вы меня-то. Серега жесткий, да? Да. А тут все жесткие. Не один, Серега. У Михайлович жесткий. Все, ногой. Михайлович. Самая сильная нога у Михайловича. Лево. До упора. Пристаем потихоньку, не газуем. На тяжечку, на понижающку. Поехали, 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 поехали. Поехали, поехали. На токсе прошел. А там гидравлика или что? Да. Гидравлика, да? Да. Витя, ты шаги. Шаня. Шаги. 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 Мы одним тросом не подтянем, надо через блок кидать. Не подтянем. Не подтянем. Давайте кинем через блок. Сразу. У нас есть одна попытка. Если трос лопнет, второй попытки не будет. Витя, ну хороший оффроуд получился. Да. Нормально? Да, да. А вам, друзья, нравится? Если нравится, то поставьте колокольчик там, поставьте лайк, потому что, ну, напишите в комментариях, нравится ли дерьмича полная. Вот вы кретины, блядь. Напишите что-нибудь. Идиоты просто. Крас. Что? Крас там. Стропа нормальная, да? Стропа таких серьезных размеров. Вот, на эту штуку. А, не ровно, не расслабаясь. На, да? Что, что, сейчас не дайве, то урала тянем. Надо на через блок. До стропу. На, перед стропу, держите. Кто со сверху? Ладно. Вверху, дымите, глаза свести, а сверху. Пусти, дороги, дымите. Так, вот. По кругу кидает. Да, венцельный, венцельный, на концу. Вот так, вот, молодец. Я еще такого не видел. Я не видел. Боготовка уже слеза. Да. А ты думал, ты оффроуд, джиппер. Тут вот люди есть. А, нет, ну, это металлисты какие-то просто, понял? Так, друзья, ну, пробуют. Пока очень сложно. Не газуй сильно, ведь. Пока очень сильно. Колеса висят. Помогай по чуть-чуть, так, крывочками. Крывочками, да, вот так. Ну, пока не сдвинулась ни на сколько. Подровняли Урал. Сейчас заикарим. Ну, я думаю, пойдет тогда. Ну, конечно, приземлились капитально. Просто надо было не закапывать его так. Уже закопали, но теперь получите, называется. Что, ну, выровненный? Так, натягивают. Человек спрятался за дверью. Пробует, но пока не очень идёт. Крутит, крутит он, крутит. Та сторона работает. Потихоньку рывочками. Крутит та сторона. Блин, близко стоишь очень. Ёханы бабай. Искры пошли. Офигеть. Грамму рванули. Офигеть вообще. Рванула рама. Раму были искры. Что такое? Раму порвали. Ну не раму, а заднюю часть. Ну да. А чего ты не газуешь? Газуешь? Газуешь. Та сторона крутится. Те два крутились. Давай это за седло закинем. И седло оторвём. Оторвём седло, Серёга? За две траверсы, если через низ запустить. Офигеть. Офигеть. Если бы за палку кинули бетро. А то было бы самое охуенно. За мост, ты имеешь в виду? За мост? Да. И оно бы его приподнимало. А так мы её сейчас просто вдавливаем. За что мы сейчас оторвём этот мост, если седло? Оторвём. Ну всё. Это давая самая крепкая. Попробуй, не трапа. Траверсы это хуйня, честно говоря. У нас же не усилено, там просто траверсы. У нас же не усилено. Но он пошёл уже чуть-чуть. Он пошёл чуть-чуть, правильно. Вот сейчас сопротивление пошло. Надо сейчас трос. С тропу затянуть. С тропу. Там должна быть уральник и уральская стропа. Вить, давай затягу. За что вы хотите на земля? Это жестяк. Не, ближе они. Сиди сюда, надо сядь. Всё, на сушу пока положите крючок. На сушу положите. Так, друзья. Ну, полная жесть, честно говоря. Когда мы увидели, что колёса в воздухе. Чуть-чуть пошли. Траверсу подорвали немножко. Сейчас зацепили за мост. И будет поднимать как бы мост вверх чуть-чуть направление. Потому что траверса наоборот задавливала вниз. На какие-то сантиметры машина сдвинулась. Всё перепроверить. Опустой, опустой, опустой. Да, полный жестяк вообще, конечно. Цепью отбязали мост 20-тонный. Стой, стой, стой. Воздух накачать надо. Так, поиск воздуха. Повыше, не повыше, не повыше. Где-то утечка по воздуху. Да, вот это повернули, блин. Ошибка в том, что закопались основные. Да, вот на ресивере просто набули, ало, нажал, ало, ало. Серёга, починили или что? Что было? Клаппад на ресивере нажался. А, нажался, да? А Игорь сказал. На рычаги! Уходи. Куда? Уходи. Так, друзья, куда-то. Куда-то надо убегать, короче. Так, пытаются за мост. Машина тянет. Ну, пока что-то не... Что-то рвётся, блин. Что-то шипит. Пошло по чуть-чуть. Не копай! Порвалась цепь. Ну, пошло чуть-чуть. Витя, не копай, всё. Не-не, пошла... Стропа есть, и цепь порвалась. Цепь порвалась? Цепь порвалась. Трос порвался. Трос порвался? Ну, почти выехали. Да, почти выехали. Почти выехали, чуть-чуть осталось. Что с воздухом, Витя? Да, нормально. Что-то трос оборвало. Порвали трос. Мне что-то показалось, что цепь. Так, Игорь взялся за лопату. Это вот. Это не точи, просто порвали. Возвали. Это конесо вращается. Это конесо вращается. Так, трос порвался. Нет, это не так, а будем разматывать. Сейчас я не понял. Михалыч, свети, Михалыч. Хорошо. Хорошо. Добавил сахар Два блока у нас здесь, один блок туда, один блок сюда и один туда Два блока, да? Да, да Чтобы не рвалось Да, чтобы меньше усилия на лебед Ну трос, чтобы не рвалось Большое просто сопротивление пошло Ключ принесли, нет? Да, вот А ну покажи, что они там делают Это профессионально Да? Да Трос плести Эти мужики настолько суровы Пусть наголю и так само осень Там два хомута хватит Все, да? Все, да? Все, да? Все И что, и хомутами сверху и все, да? Да, можно даже без хомутов И что, и без хомутов будет держать? Надеваем хомуты Надеваем хомуты Из-за того, что он заплетен Ну На затяжку, типа, да? Ну да, и когда натяжен, он сразу зажимается Не целый свет дайте До 9 мая 18 минут осталось Сейчас Вот этой и хватит, да Победа была еще чуть-чуть Скорость идет большая Да Да? Жесть Так, друзья Сейчас Два блока Был через один блок Сейчас два блока Ну, пошел уже чуть-чуть Надо буквально Небольшое усилие Он пошел и не хватило Прочности самого троса Сейчас через два блока То есть будет Трос в тройне Не вдвойне, а в тройне И Я думаю все получится Сейчас посмотрим Что у нас тут происходит Так, сейчас ребята тянут трос Через Через первый блок Который порвался Сейчас еще один блок Цепляем на На Урале И обратно трос Сюда пойдет третье Втройне, в общем Дым от выхлопа Из-за этого такая видимость Восьмое мая Температура 8 градусов Просто жесть какая-то Такое Я по крайней мере Такого не помню Старожилы говорят Что было Прохладно Но чтоб так холодно Вообще жесть просто Трос в тройне Трос в тройне Трос в тройне Не знаю, видно Сейчас попробую показать Вот сейчас видно Трос в тройне Два блока Ну я думаю сейчас все получится Надеюсь по крайней мере Хочется уже поехать В сторону дома Ноги наглухо мокрые Уже тут зачерпнул 50 раз Штанишки Идеально чистые с утра Не хватает длины троса Сейчас удлинители ребята сплетут Чуть-чуть не хватает На переднюю ребёнку Блин макраме плетёт Тут вторая сторона плетётся Так а сейчас нормально Сейчас уже всё Пойдёт через три этих? Конечно Ну через три шансы возросли Ну пошло да Он порвался уже Пошла и порвался Двенадцать человек Обусрал Когда На там час Отказывается Когда звонят в экспресс Хороший слогом кстати Для компании Только что был придумал Хороший слогом Так друзья День Победы Одна минута первого Мы пока на этом же месте Но думаю сейчас Победа близка уже Удлинитель сплели Ну надо двойне кидать Сейчас двойне кинем Да Вдвойне сейчас кинем И будет огонь Вот так да Ты её туда проводи Да Вовнутрь Вовнутрь да А вот так Подожди я наступил Чтоб не украли Стой Серёга стой Ого Ого Ты что с ней найдёшь Давайте А если наш палец А шакла нету Шакла нету Шакла нету Пацаны Труба слабенькая Да дядь Труба слабенькая Во первых у меня есть арматура гораздо сильнее Давай брать Арматура тоже ерунда Подождите Есть палец Держите Держите Я покажу Это жестяк Нормальный Нормальная болванка Это надёжней Это жестяк Так Натягиваем Натягиваем Блин тут сжать может чуть-чуть Или сожмётся Нормальный Я надеюсь Сейчас Всё будет нормально Вот этот исторический момент Сейчас Сейчас я скажу Тянем Нет? Поехали потихоньку Витя Не газуй Не газуй Не газуй Подожди Давай Говори Давай Говорю Скажешь когда? Что там Серёга Тянем Тянем Вот эта конструкция По чуть-чуть Начинает идти по чуть-чуть Втройне трос Идёт Идёт По чуть-чуть Стой Стоп Стоп Витя Помогай Помогай Всё пошла Наконец-то День Победы Стой Стой Не газуй Не газуй Стой 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 Идет, идет, друзья День победы Нам просто надо было дождаться Стоп, стоп Подожди, стой, стой, стой Сейчас натянули Тяни Да, вот это жесть Все, пока чисто лебедой вытягиваем Что, там уже нормально? Идет потихоньку Через два блока Да Да Вот это покатались, называется По жесткому Стой Стой Говорит, что поедет сам Перематываем трос Разматываем И кидаем на одну, хватит На один трос хватит Через один блок Да Куда ты, видите Наверное, да Наверное, да Хорошая цепь Вот за эту За что цепь За рем За мостат почасал Да нет За мостат поцепляет нормальный блок Зачем Мы уже запытлю зацепить Не, 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 не Мы реже когда рвем Так нам надо рвем сюда И все равно Давайте за верху Стоп, 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 давайте За какую? За вот эту? Да, за эту Да, он уже ехал А где свет, свет дайте Ну все практически Я думаю сейчас Чуть-чуть подтянуты Она пойдет Стой Цепь забыли Руль влево Руль влево На упор Поехали Все, поехал Поехал Подберите трос Пусть подъедет сам Подожди Сейчас подберут Вроде поехал Попробуй сам назад Попробуй назад Все, хорош, хорош, хорош Все, на ходу машина День победы Помог нам Все Это было По-суровому, конечно Прямо можно там Развернуться на полянке Николай Николай Откуда у тебя Откуда у тебя Свою мурашку С первого ночи У меня лежит Да? Ты шутишь? Не, по правой проедет Но не надо Скажи, исполнить Я сейчас делаю Вот именно Не, я точно проеду По правой стороне Там уже накопано Просто стрёмно уже Так, все, выезжаем Все, поеду я там впереди Наверное Может не надо? Витя Не исполнять? Да там просто накопано Сейчас повиснешь опять Не хотелось бы второй раз Это повторять Эти усилия Но это, конечно С таким весом машины Шутки плохи В этом мы сегодня Убедились в полном объеме Мокрые, замерзшие Нельзя сказать, что сильно голодные Ну Интересно попрактиковались Тут просто Сейчас я вам попробую показать Тут в забродах Если бы кто-то прошел Глубина ямы Глубина ямы какая Вот тут он сидел Ну Мы тут еще будем кататься В следующий раз Померяем В МЧС звонили Отказались помогать Экспресс Назвонили Приехали Подписывайтесь на канал Скажи, чтобы на канал подписывались Подпишитесь Подпишитесь И сейчас в инфанту Мы тут на 9 мая Страдаем Победу свою добыли И на Вите на инстаграм Не забудьте подписаться А да, и на инстаграм Пожалуйста Потому что там вот этот контент Быстрее всего Сразу попадает Очень жадный вид Да Это жестяк Давай фото тебе Вечернее Давай А можно так, чтобы все спешит? Да, да Все видно Спасибо